Ну, идём дальше. У нас сегодня лайфхаки, ребята. Мы страдаем для вас. Нас как будто землёй присыпало. На самом деле, я скажу, это больно вот это вот, то, что мы делаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, сегодня у меня гость на канале, это Наталина. Привет. Сегодня мы будем тестировать самые стрёмные лайфхаки из ТикТока, из 5-Minutes Craft, откуда мы ещё набрали. Короче, всякого говна набрали для вас специально. Из головы что-то вспомнили. Вообще, да. Очень надеюсь, что мы найдём оригиналы этих лайфхаков, и я смогу вставить их вам, чтобы вы, ну, посмотрели. Насладились, в общем-то, этим зрелищем. Этой красотой. Ребята, естественно, мы сняли два видео. Одно, которое вы видите сейчас, а второе будет по ссылочке в описании на канале Наталины. Там мы тестируем трешовую косметику с Али. В общем, да, собрались, чтобы потестировать всякий треш. Да. Что ещё можно тестировать со мной? Что, с чего начнем? Не знаю, давай, наверное, начнём. Не знаю, с чего. Так, как заколка мод женщины 2019, да? Давай начнём, наверное, может быть, с лица. С прекрасного лайфхака, который гласит о том, что нужно нанести пудру под тон. Я делала несколько вариаций. Это для очень жирной кожи, что ты наносишь сначала пудру, и потом тонируешь лицо. И как бы пудра, типа, держит жиры твои, в общем, в узде. Но почему-то в ТикТоке показывают, что они наносят сначала уход, потом пудру, потом ещё праймер. Вот это уже что-то странное. Поэтому я предлагаю просто пудру и потом тон нанести. Так, давай так и сделаем. Очень часто это делает Джеки Айна на англоязычном ютубе. Да, я знаю её, палитка же, она стеснялась. И она всегда практически делает сначала пудру, но у неё, типа, очень жирная кожа. Просто её надо, знаешь, немного, сказала я в тот момент, когда Марин так и про зубу бахнула. Но, естественно, если кожа больше склонная к сухости, то это не самая хорошая идея. Ты знаешь, когда такие видео я снимаю, у меня всегда есть какая-то надежда, что что-то получится. То есть я такая, знаешь, научный подход, пудра, себум держит, потом просто давай там красить брови, миндалю. Надежда умирает последней. Я очень надеюсь, что у нас всё получится. Я ещё, кстати, не понимаю, зачем эти лайфхаки. Нельзя мне в кисть? Они призваны, чтобы упростить человеческую жизнь, но, как правило, всё совсем наоборот. У нас дальше лайфхаки. Помада красная под глаза. Это я вспомнила. Да, когда-то это должно было случиться. Но этот лайфхак, на самом деле, он даже не знаю, для кого подходит. Для тех, у кого супер тёмно-фиолетовые какие-то круги под глазами. И, как правило, это не те, у кого белая кожа. Мне интересно, это действительно вот работает? Это ведь получается как корректор. Ну да, но это работает. Например, на темнокожих это может сработать. Потому что у них такой, ну, определённый потон. Ну, так. Ну, вот так вот это точно не сработает. Просто тоном просто перекрывать. Потому что смысл цвета коррекции, типа, нанести туда, где у тебя есть проблемы. Проблема, мне кажется, только что просто появилась. Да? Просто там на лайфхаках они прям наносят вот так себе сильно вокруг лица. Я просто даже не уверена, что у меня тон такой перекроет. Вообще смысл лайфхаков упрощает жизнь, но вот это я не знаю. Ну, я тоже вообще не представляю. Ну, они потом берут, знаешь, какой-нибудь тон типа худая. Просто смысл цвета коррекции. Если у тебя красное пятно, ты типа наносишь на него зелёный. И оно становится бежевым. Да. То есть должно быть... Простите меня, я урод. Смотри, я похожа на синюху. Точно. На алкашку. Наталина алкоголевица. Дальше у нас нанесение тонального крема и всего остального точками. Точками, да. Я это прекрасно помню. Но это, мне кажется, рабочая вечеринка для тех, кто не умеет там... Не знаю, что надо не уметь, что пользоваться таким. То есть мы сюда наносим скульптурирование сразу, румяна. Такая ответственность. Мне страшно на самом деле такое делать. Мне давно уже страшно. Я поняла, что мне сложно рассчитать, куда наносить. И в каких количествах. Так, точками. Так, где зеркало? Сижу. Без зеркала тыкаю в небо. Блин, смотри, со мной что. У меня сыпь. Это я румяна. Сразу хочу добавить. Честно, вот по мне легче просто бафнуть тоном на руку и поехать. Зачем вот ставить эти точки? А знаешь, многие пишут, вот он у меня этот не работает. Может, они, блядь, с ним точками работают. Потому и не работает. А я даже не знаю, что здесь должно сложиться, как оно должно быть, чтобы оно сработало. У меня не точки, у меня какие-то... А как это... Это что? У меня скульптор, я вот добавляю. Как это тушевать, чтобы... Ну, с одной стороны, это типа должно ускорить, что ты сразу все вот быстро нанес, а потом все быстро растушевал. Так, у меня уже не точки. У меня тоже уже не точки. Марина, ты понимаешь, что мы с тобой провалились на этапе того, что нужно сделать точки? Я вот точно уже не... У нас была одна задача. Просто одна задача. Сделать, блядь, какие точки, ребята. Now come on now. Мы уже все запокапили. Я, честно, я не знаю, как я буду делать точки, чем вообще. Чем их ставить? Причем у меня контур, как обычно. Не реклама, ребята. К сожалению. Кевин оклык... Кевин окон оглы. Так. Согласись, это не просто, да? То есть уже все сложно. Честно, мне не очень сложно. Я как криворучка вообще не понимаю, что делать. Мы, я думаю, мы... А, мы будем сухой контуринг спорить. Мы делаем, да. Вилкой. В глаз. Мне кажется, надо заранее стратегически продумывать, куда вы нанесете точки тона, да ведь? Да. Вот, я уже на этом этапе со мной что-то не то случилось. И количество продуктов, которые ты наносишь точками, тоже непонятно. Ну, я же квадратиками наношу. Уже лишь бы как только, пожалуйста. Нанеситесь. Я... У меня стресс. У меня. Куда наносить? Какие точки? Смотрю на себя в зеркало с этими красными подглазниками. Я считаю, что это лишний расход продукта, трата времени. И нихера это они намного быстрее. Честно. А если то, он еще фиксирующийся, он еще засохнуть может. Марин, ай, стеллодер. Я стрессую. Надо было еще, знаешь, на время делать. Не, ну просто вот я представляю лицо человека, да, который сидит с утра, точки там ставит себе, стеллодером вот этим. И что происходит? И такое, ну почему бы и нет? Почему бы не потратить 10 часов на поставление точек? Я женщина-леопер. А я... Вот знаете, еще лайфхаки делают какие-то обычные люди. Вы видели в этот раз визажистов? Ну, я вижу визажистов, которые сейчас это делают. Пригиб на клиенте такой лайфхак. Да, здравствуйте, сегодня я... У меня ничего не тушуется. Да. Здравствуйте, сегодня я вам тампоном буду просто тушевать под глазами просто. Давай. Че, как дела? Нет, так плохо. У меня все спонжи грязные, сегодня макияж тампоном. С пользой. Ну, честно сказать, у меня просто все смешалось вот здесь и, ну, как бы и все. И что-то да. Наверное, хейтеры скажут, что мы тушуем неправильно. Это понятно. Надо сразу дисклеймер написать, что, как бы, понять, что все плохо. Мои тучки не тут, они засохли. У меня тоже, кстати, я в ряб. Это какой-то он? Нарс? Нет, у меня сенсай. Он, по идее, с естественным финишем, но даже он не выдержал. С румяной вообще страшное происходит. А у меня подглазники красные в румяном превратились. О, сразу. Это... О! Почти, что дрейпинг. Ну да. В общем, у меня точки... Ребята, это жопа. У меня точки не тушуются. Я очень надеюсь, что вам видно. И все в красном и в точках. Кажетик, извиняюсь, но почему-то я столько работы сделала, а все еще не перестала быть похожа на... Человека? На укашу. Нет, на человека я давно перестала быть похожа, мне кажется. Мне больно. Я себя просто отпиздила. Спонж от шик, он мягкий, а так бы... Ну, и то я чувствую, что я как пальцем, знаешь, себя пробиваю. У меня силиконовая сторона есть. Это Миша Видео. Может, силиконовая растушина? Нет, нет, нет. Все, все. Эстей Лодер, точнее, я. Шилан, да, и закрепился. Шиним охунял просто. Может, надо было кистью, а мы с тобой не разбираемся? А кистью все смешается. Что? Она опять, правда, смешалась? Короче, ребята, надо просто, блин, брать и все по очереди наносить. Да, это хуйня не работает. Я так у себя контуринг, конечно. Ну, скоро увижу вилочкой контуринг сделаю. Ты знаешь, у меня, мне кажется, остались только румяна, и то, потому что они просто присохли к моменту растушевки, и все. А так у меня бронзер с тоном просто смешался, и все. Это не экономика. Но я должна сказать, что лайфхак работает, потому что синяков под глазами я не вижу. Я вижу космоту. Поэтому, да, ну, как бы, но синяков-то нет, так что... Хоть что-то хорошее сегодня. Вот просто если я заметила, в макияже не идет что-то одно, особенно тон, если тон не идет, все, потом весь макияж идет криво. У меня так, настроение испорчено. У меня тоже, да, с тоном. Если все плохо, то я начну злиться. Не, ну, как бы так все плохо, да, что тут скажешь. Потому что нет праймера. Мы же еще на пудру наносим, поэтому еще все засыхает. Точно. Боже мой. А у тебя какой тип кожи? Нормальный. Вот у меня тоже, поэтому нам суховато это все, наверное, получается. Ну что, дальше у нас консилер, потому что красноту-то надо перекрыть. Просто, блин, чтобы настолько нужно консилера, чтобы перекрыть красноту, может просто столько консилера нанести, все равно же перекроешь. Это расход продукта? Вообще я в цветокоррекцию не верю, не знаю. Может, я не права? Не, просто она не так делается. Она делается супер тоненько, и, ну, не всем это и не всегда нужно. Ребята, мы нашли лайфхак. Растушевка консилера, знаете чем? Тампоном, да. Причем его даже не надо мочить. У меня суперогромный мой размерчик, как раз то, что надо, девочки. Записываемся на готочки. Знаете, можно как браслетик надеть. Это аксессуар женщины 2020. Так, ну что? Вот так, чтобы не упал из руки. Очень хороший, кстати, лайфхак. Да. Что, знаешь, растушевываете на клиенте, потом сбрасываете и что-то затушевываете. Лола, у тебя с покрытием, с пенитером? У меня в какой-то сеточке. У меня без сеточки. Посмотрим, как будет. Ну, надо доделать, у нас нет выбора. Блядь, это больно, кстати. Это больно. Вообще. Там он убийца. Он не тушует, он размазывает. Блин, что такое вообще? Можно мочить его? Сейчас он начнет разбухать. Мне вспоминается видео, где, по-моему, Андрей Петров с кем-то они тестировали, короче, тампоны, прокладки. И это было очень смешно, потому что такие, ой, ой, он разбухает, ой, там что-то еще. Ну, попробуем. Нет? Ну, я пока... Я пока лук, да? Я пока, да, и дотушую потом. Ну, консилер, честно говоря, все равно у меня, смотрите, глаз, как больной какой-то розовый. Мокреньким. Не скажу, что легче. Весь развалился, девочки. Тампоново бей и берем. Антиреклама. Ну, я, конечно, бахнула помадой. Да, помада. Полбанки консилера сейчас. И консилер просто вот у меня, например, смешивается просто с этим всем. У меня тоже. С помадой и со всем. У нас при свете идет. Солнце, блядь. Оно такое, блядь, я не могу на это смотреть. Уйдите. Ну, лучше было бы в сетке, потому что у меня, ну... Блин, ребята... Ты знаешь, блин, после того, как я накрасила с ветками... Нет, пугай. Мне вообще уже все равно. Ну, просто оно вообще, ну, не... Оно... Ветками было проще, скажу так. Оно просто не тушуется. У меня. И вообще, вы видели цены на тампоны? Ой, да. Поэтому вот это вот вообще... Это супер дорого. Так, я попробую все-таки замазать это. Ребята, извините, что я ухожу от тампона, просто у меня тут... Это очень хороший, конечно, инструмент визажиста. Я уже полбанки консилера, мне кажется, измазала. Я никак не могу это замазать. А у тебя тоже нормально. Нет. У меня изначально, я предчувствую вот это вот все, я нанесла поменьше. Я все равно вижу розовинку вокруг глаза, то есть, знаешь... Блин, у меня ресницы, ребята, это не чистим. Просто предыдущего макияжа был их, это умывать неохота мне. Но я выгляжу, как будто вот глаза... Вот я болею, тем более, у консилера уже 5 килограмм. Да, и мне тяжело становится. Я представляю то, что он скоро вот, ну, скатается просто у нас к концу видоса. Что это, смотри. Это... Это кубок просто огня. Факел. Макияж с тампоном и следующий челлендж. А я уже, видишь, все просто дотушевываю тут что-то. Ну вот лучше брать в сетки, потому что у вас тогда вот эта вот поверхность такая больше как силиконовая. Ну и здесь ватка. И полегче, а то у меня он весь развалился. Вилкой контуринг носа дальше у нас. Я уже устала. Это может, а я не выдерживаю. Лайфхаки вообще-то должны жизнь облегчать, а не вот это вот все. Контуринг носа. Там как-то так вот прикладывали и что-то... А какой стороной? Ну, короче, вот эти вот боковые две, по идее, должны... Вот эти внутренние типа, да? Ага. Это очень сложно. Это какие-то не лайфхаки, а какое... Безвращение. Ну, нос, допустим, я поцарапала. Ну... Так, ну, крем мы уместим вот так по линиям, потому что говорят, проходитесь по линиям. Ну... Ну, скажем так, эффект есть. Нравится он тебе или нет, это уже другое. Не, ну у меня вот сухим тоже получилось. А у меня нет. Ну, это, знаешь, не что-то такое, чего бы я так не нарисовала. Ну, это, наверное, вообще для дурачков, которые, знаете, ну, заняться нечем. Вилку, начать вилкой какой-то вот это, знаете, типа я могу накраситься даже пластмассовой. Вот я не могу. У меня вообще поехала... У меня тон весь вот туда в центре поехал, то есть оно снялось. Что, оцениваем лайфхаки, пока мы которые попробовали. Какое тебе нравится больше всего? Ну, пудра под тон. Но если есть задача, блядь, и понимаешь, вместо того, чтобы взять спонж, я... Толпоновая. Почему бы нет? Теперь такая моя жизнь. Толпоновая. Ну, самое адекватное, это реально пудра под тон. Как можно настолько не уметь обнаружить свой нос, чтобы брать до этого вилку? Типа, где мой нос? Упс. А вот и нос подъехал. Слушай, дальше у нас с тобой вообще сейчас будет просто отвал всего. Ну, выбирай. Веснушки. Много вариантов, как сделать веснушки. Я не понимаю, почему нельзя взять карандаш для бровей и просто им потыкать себе в лицо. Но там лайфхак стоит в том, что мы берем кисть, натираем вот это вот все, вашу пудру, и потом сыпем себе эти крошки на... Мордашку. Да. Ты первая, я посмотрю. Издеваюсь над Наталиной, блин. Ой, самое стрёмное, это осыпание теней, на самом деле. Я ненавижу, когда тени осыпаются. У нас, кстати, продукция Лекс. Фресс, да. Очень естественный эффект. Там как-то показывали, да, кистью для пудры. Знаешь, как будто включили вентилятор. Да. Разбросали какахи. Ой. Нас как будто землей присыпало. Из всех способов сделать веснушки, этот минимально рабочий. Даже акварелию, по-моему, я видела люди делают. Да. Это реально побили, присыпали землей. Красные круги под глазами. Это ужас. Давай попробуем другой лайфхак, который брызгали кисточкой. Давай. А там надо, по-моему, что-то смешать, нет? Ну, так у нас есть, вон, термальная вода. Сейчас мы смешаем. Не, вот это ужасный лайфхак. Это вообще просто... У вас не веснушки, а просто осыпавшиеся тени. Да. Вот серьезно. А ну не... А вы живы? А воды еще? Еще воды? Нет. Оно просто в воде не растуряется. Так, ребята, вот как выглядит эта пудра. Вода как будто пленкой покрылась. Мы мешали, мешали, но оно просто не работает. Вообще никак. Серьезно, ребята, вот если... Я не понимаю, ты посмотри, что это? Я достала это. Так, ну я тут кистью что-то пытаюсь сделать. Подожди, сейчас. Осторожней. Это знаешь, это уже отчаяние. Работает? Наталина Поттер. Аккуратней, только поменьше нажимай, а то сейчас будет коричневый петон. Так, ясно. Это знаешь, когда пигментное пятно и грязь в подарок вместо веснушек. Ну, идем дальше. У нас сегодня лайфхаки, ребята. Мы страдаем для вас. Это развлекательный контент. Вообще-то это лайфхак. То есть это, ну, должно чудо жить сделать лучше. У нас как будто побили. И закопали, причем. А я уже даже забыла, что у нас там в нашем стопе. Брови, брови, пинцетом вот так щух. Есть подозрение, что щух не будет. Так, ребята, в лайфхаке было сказано нанести на пончик. И поехали, девочки. Ребята, я вас прошу. Если вы знаете работающие лайфхаки, напишите, пожалуйста. Работает? Нет. Нам уже терять, знаешь, в принципе, нечего, я бы сказала. Ну, ты знаешь, если бы как бы продукт отдавался не так, потому что, посмотришь, что тут, то было бы еще норм. У меня просто очень много тинта наносятся. То есть, в принципе, как идея, тут вообще, знаешь, надо кончику сужать. Как идея, имеет право на жизнь. Ну, точно не с помадкой. Помадку он, наверное, просто не набирает, да, особо? Я почему-то думала, что мы сейчас с тобой таки раз, все сделаем, красиво накрасимся и скажем, а, съели тиктокеры. У меня еще цифры, мне не подходит тинт, он на мне зеленый. Зеленый, безупречный внешний, блядь. На самом деле, я скажу, это больно, вот это вот, то, что мы делаем. Мне кожу скребет неслабо. Нет, нет, вообще, я ничего не могу сделать, ребята. Я тоже, как у них эти лайфхаки работают? Мне кажется, они показывают пинцет, а потом там приходят 10 визажистов, и под шумок там что-то поправляют. Давайте мы брови хотя бы нормально нарисуем, чтобы сидеть, ну, мне кажется, нам терять. Блядь. Делать этот тинтом, это была изначально очень большая моя ошибка, потому что он очень жидкий, он развозится на все просто брови. У меня здесь еще, видишь, это же из мушки Гарри Поттера просто. Сегодня я бровастая собака. Такой вот у нас результат, ребята, я думала, это будет весело, это весело, но это стрессов в то же время, блин, очень, потому что ни хера не выходит, Наталина красуется. А у нас есть лайфхак для нанесения теней? Да, короче, лайфхак такой, надеюсь, ложки у нас одинаковые, а то будет нечестно. Кладешь ложку и тушевку, удобно делать по ложке круглую, а потом открыть с другой стороны ложки. Какой другой стороны? Консидер сюда и прикладываешь, да. Сюда? Да, как печать, макияж, штампами сидеть. Какой взять оттеночек для складки? Ну, ты уже, вижу, ничего не теряешь, да? Я вообще... В смысле, я ничего не теряю? По-моему, роскошный макияж. Что ты хочешь сказать? Идем в эту, в золотое яблоко. На мастер-класс. Так, я начну, наверное, с левого глаза. Я не могу начать, не смешно. У меня еще брови, как-то я их вот так вот сделала, что я, знаешь, такая грустная клоун. Вот у кого есть время, у меня вот вопрос на протяжении всего видео. У кого есть время покупать ложку, знаете? Конечно, это же такой специфический предмет. Ну, просто зачем? Ну, вот здесь я что-то как-то развезла, но вот тут, в принципе, такая форма имеет право на жизнь. Хоть тени у нас будут нормальные, брови не вышли, так... Просто видео Марину Лакшеса меня держает в Наталину на протяжении получаса. Серьезно. Каткрис? На самом деле, знаешь, можно разную форму все сделать. То есть можно вот с таким прогибом, если типа вот так держать ложечку, а можно больше поднять. А как ты там говоришь? Вот на эту сторону. Сейчас я возьму свой консилер. Брали, конечно, не такую ложку. Чайную? Да, ну, сейчас у нас другой нет. На половиночку или на всю как-то там наносили. К сожалению, я не обладаю сильной памятью. Сегодня у меня просто консилер закончился за один день, за одно видео. И прикладывали. Давай, давай. Так, эти... Момент истины. Охуеть, спасибо, папаша! Просто очень много продукта, очень странная какая-то форма. Концепция реально стрёмная. И расход огромный. Если ушки стенит руками, сделайте в этот каткрис саный. Но ложкой она... Ещё и продукт как-то не отдают особо. А у меня она шмякнула просто много продукта. И тело, всё. Дальше должен вступить в игру, видимо, тампон опять. Это, знаешь, всё роняет стандарты уже ниже и ниже. То есть, если мы видео про косметику с Алиэкспресс такие... Ну, в принципе, типа норм. Да, то есть, ладно, уже нормально. То есть, здесь уже просто, если не больно, то уже хорошо. Так, ребята, Наталина нашла лайфхак с ниткой. Нитку мажем, да, вроде бы, и делаем? Да, подводкой. И делаем стрелку. Я знаю, что продаются нитки... Как, знаешь, как жутная нить такая коробочка. И оттуда чёрная нитка сразу окрашена. Это для татуажа, для разметки, для татуажа. Серьёзно? Да. Ну, прикольно. Получилось? Да. Я ни хера не вижу. Ребята, Наталина красилась ветками, блядь, ватными палками. Конечно, я не удивлена. Это мой первый опыт. Но это не оправдание. Честно. Мне кажется, тут очень сложно понять. Всё. Вообще очень непонятно. Я покрасила себе нос. Я не знаю, как возможны процедуры буквы без окрашивания носа. Но вообще, я должна сказать, что ниткой как бы не очень приятно себе по веку возить. Но я форму менять не буду. То есть я запомню, что сделала. Страдания в подарок, а не лайфхаки какие-то. Да, это точно. Мне кажется, это всё делается тупо ради хайпа, чтобы люди посмотрели, сказали, о, вау, там всё. Ну, это, знаешь, как тоже диво лайфхак по стрелочкам. Взял вот так, типа, пятно намазал, потом раз, там, консилером всё затёр. И потом это всё смонтировал так, что это как будто заняло у тебя три секунды. А по факту ты развёл всё, всё лицо в грязи. Я, честно скажу тебе, не думала, что будет всё так плохо. Особенно с веснушками. С веснушками, я думала, это единственное, что сработает. Да, я тоже. Так, ну что, остался последний рывок. У тебя такое лицо страдальческое. Ааа, I think the fuck not, you trick-ass bitch. У тебя Гарри Поттер. Осталось приклеить губы вот так вот. Я очень давно, кстати, хотела попробовать этот лайфхак. Я тоже. Да, ребята, это лайфхак такой тоже в ТикТоке показывали. Зачем качать губёжки, когда можно... Можно приклеить. Да. А куда, по-моему, в центр кафоли, да, как-то заворачивали? Да, в центр, и ты заворачиваешь, и нижнюю типа вот так. Вообще нужно удалить тон в этих местах, куда ты приклеиваешь. А, давай удаляешь. Потому что иначе не схватятся. Я видела, очень красивые результаты получаются. Прям таким вот слоем надо клеить? Я тонким слоем. Я думаю, полоска такая большая. Да фиг его знает. Мы сейчас наклеим губёжки. Сейчас я сси, потом приклею туда. У меня губа прям под носом получается. У меня тоже. Я не понимаю. Помогите. Мне кажется, они снимали перед походом к косметологу. Но верхняя вроде сработала. Или нет? Не отклеивается. Но можно, видишь, если этого рода приклеить каким-то, типа, брюмерским клеем. Почему мне кажется, что верхняя такая у меня приклеилась? Ну, она вот здесь чуть-чуть там клеит, да, как-то сдерживает её. И улыбаться нельзя, когда вы так наклеите. Нельзя, да. Это только для фото. И, наверное, челлендж Кайли Дженнер будет лучше работать, чем вот эта. У меня всё. Последняя попытка. У меня уже, видишь, я красная. Да красная, если всё, блядь, натерла. Я тоненьким словом наносила. Вы хоть бы кто-то объяснял, как оно делается? Ну, кто-то так и сделал, что, знаешь, ещё и накрасить губы смог. У меня уже ушло терпение. Серьёзно, я человек терпеливый. Это жесть. Это жесть. Даже если оно приклеится, то это пошевелить, у меня приклеивается. Но... О, о, смотри. Вау. Е-бой. Добились, блядь. У меня нижняя приклеилась. Я держусь. Просто, ребята, даже если вы приклеите, хорошо, вы не сможете улыбаться и говорить. Оно, откле... Ну-ка, блядь, давай. Ребята, мы уже так вымотались, честно. Извините, что мы не шутим. Нам больно. Ну, мне всё болит. Я, блядь, хочешь? Я знаю. Ну, что, Марин, давай обсудим с тобой лайфхаки. Какой самый рабочий? Вот, рабочего характера. Ну, пудру подтон, наверное. Наверное, да. Это... Если у вас кожа супер жирная, ну, мне кажется, то он будет лоскутами потом слезать. Просто, если наносить, то супер тонким слоем и на очень-очень-очень жирную кожу. Какой из самого нерабочего характера? Самый, вот, который провалился, да, может быть. Можно сказать, что брови из-за нашей криворукости не сработали. Ресницы... Ой, фу, блядь. Лайнер, да, из-за криворукости не сработал. Но самый, который вообще никак, это приклеить губёхи на клей. Да. По-моему, это вообще анрил. Ну, либо надо обезжиривать как-то прям всё, знаешь, спиртом все вокруг рта мазать, чтобы это приклеить. Не, ну, брови тоже нерабочий лайфхак. Вес, ну... Всё, кроме пудры под тон, хуйня полная вообще. Да, особенно тон точками ставить, это, по-моему, издевательство над жизнью и над всем. А тампоном тушевать, это вообще что? Это кто придумал? Блядь, ну, у тебя руки есть. Лучше уж руками, чем тампоном. Тем более, тампоны дорогие. Особенно, если вы в Китае, там это на вес золота. Да, там вообще, там прокладки такие с тебя размером китайских магазинов такие. То ли прокладка, то ли памперс. А ложка вот эта вот зачем? Ложка тоже что-то нерабочее. Всё, мы сходим с ума, ребята, просто, ну... Вы хайлайтеров, кстати, не отразили, хайлайтеров. Но лайфхаков по хайлайтеру у меня нет. Разве что кисть намочить, но это тоже, по-моему, пиздец. Пожалуйста, нет. А вилочка, вилочка. Контуринг вилочкой. Но это может быть... Нет! Нет, нет, просто возьмите, просто, ну, смотря на себя фронтально в зеркале, нарисуйте прямую, блядь, линию, всё. Да, зачем какую-то приблуду для этого использовать? Если у вас там, не знаю, косточка, ну, или возьмите не вилку, кредитную карточку там, или визитную, картонку, вот, ну... Я не знаю, что должно быть, чтобы ты захотел взять приблуду какую-то, чтобы накрасить себя. Руки есть, этого достаточно. Даже, наверное, лайнер можно... Ну, вот есть лайнер, зачем приблуда с кисточкой? Зачем нитка? Нитка, блядь! Карточку, может, можно скотч там. Кредит, блядь, ну... Ну, нитка, да, это длинная стрелка. Знаешь, ниткой можно, если ты понимаешь, что тебе надо вот 3 миллиметра стрелка, ты накрасила на нитке 3 миллиметра, аккуратно там приложила, но если ты много нанесла продукта, всё лицо в этом будет. Ребята, это реально издевательство пинцетом брови рисовать. Мало того, что неэффективно, почему и больно. Брови пинцетом тушевать, тампоном красное под глаза нанести. О, это вообще... Даже вот, ну, я-то, ладно, пахнула, а Наталина тоненько нанесла красненьким под глаза. Срава, всё плохо. Всё, Наталина сходит с ума уже. Терять нечего. Терять вообще нечего, да? Серьёзно. Ну, такого, на самом деле, у меня не было, чтобы ни один лайфхак не сработал. Ну, ладно, пудра потом. Напишите, какой вы лайфхак пробовали, и пробовали вы что-то. Может, у вас есть интересная идея для других тестов в ваших лайфхаках, которые я уже сама протестирую. К сожалению. Надеюсь, что не придётся. Но всё же, ребята. Не забывайте, пожалуйста, проверять второе видео на канале Наталины, которое мы сняли про китайскую косметику. Там у нас вот этот вот, а герой участвует тоже, блин, герой двух видосов. Смотрите, какая тут плеш интересная. Вот, так что, пожалуйста, проверяйте тот видос, ставьте свои комментарии, лайки. И я очень надеюсь, что вам понравилось наше видео. Не надоели наши лица и понравилась наша речь и всё такое. Очень надеюсь, что вы... И наш макияж. Да, оцените наш макияж. И ноготочки, девочки. Всё, ребята, всех люблю. Всем пока. Пока. Готовы. Это что, ко мне? Блин, так боюсь, так переживаю. Это пиздец, честно.